Посмотрим с вами, что такое вебопартия, это вас сильно рассказывает, именно на сегодняшний день. Потому что времена поменялись, поменялась обстановка, и естественно, соответственно, проведение вебопартии немножечко изменилось в плане общения с людьми. Хотела бы я вас услышать сейчас. Первое. Вот так я буду показывать слайды. Кто-то один отвечает своими словами. Первый вопрос. Преимущество измерения. В чем преимущество измерения? Пожалуйста. Не нужно сдавать, подготовиться к этому исследованию. То есть какие-то делать уции, ставить аналоги на дощах, проходить и так далее. Располагающие свободно, можно увидеть действительно явные какие-то проблемы у человека. В чем заключается в том, что мы работаем индивидуально с клиентом. Это обязательно. То, что не нужна никакая подготовка. Не нужно абсолютно не раздеваться. То есть и всего одна минута, которая идет на исследование. И, конечно, мы больше говорим потом, правильно? Задаем вопросы и так далее. Никто вас трогать не будет заферу. Да. Скажите мне, пожалуйста, где на улице сервер, который обрабатывает данные компьютера? Мартина Брубер. Мартина Брубер. Правильно. Скажите, пожалуйста, кто изобрел его биопульсар? Мартина Брубер. Громко говорите, что мы все слышали. Мартина Брубер. Хорошо. Сколько точек измеряет биопульсар? 43. Мало того. Какая теория получена в основу этого прибора? Это что? Теория. Где находятся афокунктурные точки? Где мы вообще у нас находимся? Руки, стопа, рука. Рука, стопа, рука. Молодцы. Теперь скажите мне, пожалуйста, что означает зеленая линия на графике? Нормальная энергетическая состояния. Кто мне прочитает или сам расскажет своими словами, для чего биопульсар клиент? Ну, говорите, кто-то один, пожалуйста, встаньте и скажите. Так, биопульсар очень много мнений в том, что он счастье своего не понимает. Потому что через походы, когда хранится час, его слоение глазами, визуализация, его состояние внутри. Более того, биопульсар, поле того, это профилактика. Потому что часто человек просто смотрит, и я очень уверен, в своем абсолютно здоровье. И надеюсь, что на него не одно. Не то, что я не знаю. А это, конечно, возможно, как вчера вы рассказывали, посмотреть. Спасибо. 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 А теперь давайте, для чего нужен биопульсар консультант? Потому что вчера и Ольга Вастына много говорила, и я говорила, и мы вместе говорили. Для чего? Пожалуйста, своими словами. Здоровье, знакомство, увеличить обороты, провести исследование клиентов, предупредить их заболевание за четыре недели. Для чего этот биопульсар самое главное? Чтобы вы были больше знакомств с регистрацией товарооборот и, конечно, здоровья наших клиентов. скажите пожалуйста для чего для чего узнать какие человек делал операции каких препаратов в данный момент принимает есть ли мы в организме металлокеральных процессов. Реализироваться в данном случае по назначению, не знаю, необходимую информацию доставит человеку. Спасибо. Дополняйте. Спасибо. Данная анкета помогает собрать, мало того, что первичные данные, она помогает еще потом отслеживать динамику, чтобы сохранить долгосрочные отношения с нашим клиентом. То есть вы могли бы ему позвонить, вы у меня были тогда, как принимаете, как продукт работает, какое ваше состояние, не хотите ли вы его смотреть, что я вижу, и так далее. То есть сохранить долгосрочные отношения. Тест на предмет и страниц. Для того, чтобы оценить здоровье гормональной фондачной женщины, чтобы узнать, какой гормональный фондач, чтобы сама женщина понимала, какой уровень у нее на сегодняшний день. Так, ну а теперь покажите мне, пожалуйста, вот сюда выйдите, мы посмотрим, как правильно положить руку на прибор. Кто придет, дойдет? Кто тебя подойдет? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот вы пришли. Подожди. Да, Садиш. Что нужно сделать? Мы должны сказать, я помыла руки. А, руки обязательно должны быть чистые, конечно. Мы должны проверить, насколько рука наша влажная в сутках горячей и холодной. И чтобы наша кожа была абсолютно считываемой аппаратом, скажем так. Мы должны убрать все украшения, которые будут мешать. Убираем. Убираем. Все убираем. Присаживайтесь. Сейчас мы готовы. Что мы не убрали еще? Ну, нет, Сережа, Сережа. У меня, конечно, видите? Нет, вот то, что с чем с крестиками вы спите, это можно оставить. Это уже инорбельская, она здесь есть. Нет, мы не послушаем. А что касается всего остального, чтобы все запомнили, я почему это повторяю, чтобы вы уже у вас, настолько это картинка улевалась, да кладите руку. Прибор мы не будем встречать росту кладем, то есть начинаем с ладошка, кладем на ладошку, дальше, и кладем руку. Для чего мы кладем руку? Чтобы она соприкасалась полностью со всеми дачами, чтобы считать все. И чтобы другая, и другая энергия не помогала. Спасибо большое. Спасибо. Все закончили. Правильно? Да? Пойдемте дальше. Здесь я хотела бы просто спросить у вас, что может помешать вашей работе? Просто это, кстати, как бы вводная часть, вы читаете, смотрите, а вот, допустим, вы делаете измерения. Закупавшийся человек пришел, весь разгромный. Что вы порекоменете? Что вы порекоменете? Общая привычка, отвлечь его, поговорить, обязательно. Вообще сменить тему какую-то, что просто побывает, какая погода, ты что, загорала, не загорала, там, плакал или что-то там делал, все зависит от того, с кем вы говорите, о маме, о папе, о ветхе и так далее. Расслабить человеку, чтобы обязательно, понимаете, чтобы не было посторонних электроники. Это обязательно. Чтобы, особенно вот эти вот все, ну, очень, ну, очень сильно действуют люди, которые находятся рядом. Это вот очень важно. Поэтому исследование нужно проводить в каком-то закрытом помещении, или хотя бы в офисе, ну, отделенное место, которое телевизору тебе. Это очень важно. Так, пойдемте дальше. Ну, теперь скажите, зачем мы смотрим ауру? Что показывает нам ауру? Смотри, это заяние человеку. Обязательно, он может обшириться, что-то, 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 мы можем узнать о профессии человека в ауру? Да, мы можем. Привозительно. Правильно. Творческий ли человек, или умственного такого труда, или, я имею в виду, математика, точные налоги, дебратор и так далее. А самое главное, организм ауру, организм человека, что показывает? мы можем узнать, опять вам подсказывает, сколько человек в ауру. Мы можем по-английски, правильно? Правильно. То есть вы смотрите по цвету ауру, правильно? Поэтому я хотела бы, чтобы вы думали, у кого есть приборы, попробовали измерить свою ауру, когда вы давно не пили воду, а потом выпейте, где-нибудь минуту через 20, будет. Абсолютно четко будет видно. потом проделайте опыты такие, чтобы посмотреть, как легенда химии на вас опомогайте, посмотрите. То есть это тоже, вы знаете, вот это чисто практические вещи. Все это, кстати, будет отражено науру. Белый цвет ауры. Если стол белоснежный у нас головой, что это такое? Чудочковый очень талантливый человек, очень такой, вы знаете, основательный, радуйтесь, если он к вам пришел. А если темный стол над головой, и плакать, и прессия, и плакать, и грустная, и салют. А вот если, допустим, будет такой, ну, допустим, зелененькая аурыжная головой и окантовка красная. Что это значит? зеленая, это зеленая, это зеленая, это зеленая, это зеленая, а у меня напортовка прямо красная. Может быть, на всю оставшую этот человек с кем-то или поругался, негативные мысли, он или вчера поругался, или сейчас вышел из дома с кем-то. Вы понимаете, у него вот эта энергетика такая, вот эта красная дамрессия, это всегда должно быть. А раньше. Но вообще, я хочу сказать, ауру, я ее всегда, когда делаю исследование, я ее закрываю. Например, один раз. Когда селую, и рассказала, сейчас мы еще вернемся к прибору. А потом, в качестве, вы знаете, отвлечения человека на более длительные расходы, я открываю звонок. Понятно? Впрочем нет. Он, ой, какая красота или еще что-то. То есть, у него возникал вопрос, я его привела немножечко от графика, которая не очень хорошая, допустим, хорошая. Вот. То есть, как бы, не зацикливайтесь на графе, на ауру. Ауру это предмет такой, который, ну, позволяет там немножечко погладенько, посмотреть, так, проводу, творческий направл. То есть, это, ну, чисто направление, ну, как сказать, не то, что ваша задача, именно назначить правильно сработать, правильно определить, в чем проблема человека. А он потом дополнение, как песня. кислотно-щелочное состояние, понятно, да, вам вчера было. Теперь мы с вами посмотрим интерпретацию, вот это понятно, здесь все понятно. Ну, а теперь самое основное ваше домашнее задание. я единственное, конечно, хотел бы еще сказать, когда приходит человек к вам на измерение, прежде всего, сейчас кто-то из вас, который с ним мне расскажет, например, пришел человек, вот с чего вы начнете? Просто, вот я пришла, ну, и я, не приходит. Вот с чего вы скажете? Ну, здравствуйте, здравствуйте, правильно? Интересно, вы делаете, не принуждена беседовать, немножко человек надо расслабить. А громче? Не принуждена беседовать, немного надо человек расслабить, чтобы он не напрягался, чтобы он не зажимался. То есть просто поговорить о хорошей погоде можно буквально два слова. Самое главное первое. Первый человек придет, он не знает, куда он ушел. За одну минуту вы должны дать по прибору, и сейчас мы это с вами выучим, информацию, чтобы человек сказал, да, вот это, это прибор, состоящий из двух плата золота 24 парада. Мартина Глоба в 2008 году сертифицирован международное организационное здравоохранение как медицинский прибор. Является основным прибором работы Германии, Австрия, Швейцария, ведущих стран Европы как медицинский прибор. Используется в домах в детстве в лечебном учреждении и так далее. Первое, что вы должны сделать, то, что расслабить саму дать информацию на приборе, что это такое, как грамотно, если это скажете, человек поднимет. Понимаете? Ну, что, он не знакомый человек, вам, ваши какой-то там спонсоры или еще кто-то привели вам человеку. Просто сказать, пойдем на дюйм-пуссоры. Ты посмотрел интернет, он ничего там не понял. Вы сами не понимаете. И вот ваша задача, прежде чем его посадить, вы должны вот эту информацию дать. Так, кто нам произнесет эту информацию? Ну, а дальше-то еще будет позже. Сейчас только по прибору. Давайте. Говорите. Не бойтесь, говорите. Проговаривайте. Иди сюда. Давай. Мы же учимся, девочки. Вам просто это надо проговорить самим. Пожалуйста, идите сюда. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно, что вы нашли время посмотреть себя изнутри. Сегодня это мы будем делать на уникальном приборе биокурса. Ее придумала неоскученная Мартина Брога. Здесь вы видите две ладошки. Даже эти две ладошки сделаны из золота. двадцать четыре. Не две ладошки. Вот, понимаете, вот такие вещи, которые, вот, это кажется, я говорю, это хорошо говорю. Почему я вас попрошу всех произнести, не стесняйтесь, потому что клиенту потом вот это, что такое две ладошки? Как я сейчас дальше расскажу. Вы видите, да, из золота, потому что позволяет увеличить, считать информацию с кожей наших ладон. И на каждой ладон вы видите датчики. Откуда эти датчики? Датчики это труды китайских ученых, тибетских ученых, значит, и ученые Мартины Грубер. То есть они считывают информацию всех наших, вернее, 43 органов нашего тела. Значит, вообще оккультурные точки у нас есть на луке, на ладони и на стопе ноги. Вот в данном случае мы можем по размеру вашей руки считать сегодня информацию ваших 43 органов, показать их энергетическую целостность. Или если есть какие-то нарушения в энергии какого-то органа, значит, вам необходимо будет помочь себе сама. Спасибо. 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 Молодец. Ну, а теперь, если, конечно, будет грамотный специалист, конечно, много неточностей. Я хочу вам говорить, и так люди приходят, угадал, не угадал, а тут еще если вы безграмотно будете говорить, то это совсем вылезно сюда. Поэтому я вас попрошу завтра написать дома пять предложений и их просто грамотных предложений выучить привод, белку, сатрефлексовую, тире, токар, 43 энергетические точки до одной минуты, сертифицированной в 2008 году. Это как вы говорите, именно ваш язык. Но пять предложений правильно. Пять предложений. Поэтому когда говорить будет, идем по четкой понятию. Но грамотно. Главное грамотно. Все сказать правильно. Пойдемте дальше. Теперь мы с вами поговорим о наших точках. Как мы смотрим на приборы. Мы вчера с вами это все проделывали. И теперь вы мне назовите, что входит в желудочно-кишечный тракт. Какие у нас входят точки. Начинаем. Вот точки. Вот точки. Просто называйте кто-нибудь, просто назовите желудок 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 желудка желудка да 13 11 пьера да 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 пищевод мы забыли это уже да теперь давайте с вами назовите мне давайте так марин расскажите основное вещество артишок восстанавливает клетки печени артишок очищает расторопша восстанавливает вещество действующие расторопши сели марин я же вас просила почитать следующий метеорин спасибо документ следующий восстанавливает печени очищает восстанавливает улучшает работу восстанавливает воспаление предотвращает раковые заболевания очень мощные особенность восстанавливает восстанавливает микрофлору кишечника восстанавливает когда мы используем его мы сейчас говорим уже когда заполнись с маслом можно сделать как наносит крем наносят водичку на машину пойдем спасибо и календулы что мы с ним будем делать и масло фенхель мы уже сказали что мы пойдемте дальше вот так вот я думаю вы запомните следующий гинкалин пожалуйста вообще основная функция гинкалин мы рассматриваем сердечно-сосудистую систему понимаете вот это вот вы льете воду это вот это четкое понятие должно гинкалин мозговое кровообращение память сюда выходим тогда по одному гинкалин идите ко мне на камеру как можно его использовать в данной системе почему вот сюда говорите вот камера чтобы все нас видели и слышали гинкалин это устраивая во первых если это устраивая то сердечно-сосудистая это что это у вас мозги и сердце за счет этого гинкалин гинкалин он разжижает получается за счет чего кровь быстрее начинает просто снижает добрее не улучшает мозговое кровообращение улучшает память правильно все зависит от того с чем человек к вам пришел пожалуйста подчисляться Ирочка сюда следующий Ваш Витал Плюс Витал Плюс пожалуйста вот на камеру идите ко мне вот сюда и рассказываем что такое Витал Плюс Витал Плюс это Омега-3 Омега-3 жирная сислота что влияет на очищение сосудов сердечно-сосудов укрепляет стенки сосудов сердечно-сосудистой системы вибраны клетки он снимает воспользовательный процесс он понижает артериальное давление хорошо присаживайтесь следующий облиократ идите ко мне просят на камеру будем на камеру пожалуйста облиократ облиократ содержит по себе число и на основе чеснока и боярышника боярышник это успокаивает расширяет сосуды снижает артериальное давление уменьшает уровень холестерина может антиаритмическим эффектом обладает легким мочегонным чеснок противометровный противопаразитарный там противоспалительные эффекты стимулирует продукцию чеснок очищает капилляры очень хорошо для капилляров плюс еще там содержит серу серу встав таурин а таурин как-то диоретическим эффектом все это способствует снижению взгляну спасибо давайте там 35 человек девочки давайте индивидуально позанимаюсь я тогда сниму еще раз повторить надо нам по каждой системе только что что вы хотите услышать мы сейчас повторяем то что вчера было да все нормально слышно лидия митрофановна повторяет за каждым все прекрасно слышно зачем там утрировать как вас что вы хотите услышать новое вот информация вся дана уже девочки дана мы сейчас повторяем навыки и как бы подготовка к экзамену вся информация вчера дана была это все равно мы будем развиваться мы все равно будем сами конечно я даже не собираюсь повторять все что было вчера поэтому сейчас ждем сильно и ну как бы повторить чтобы было понятно хорошо опорно-двигательная система значит мы повторяем какие сюда входят какие точки громко все называют какие точки входят опорно-двигательные начинаем с шеи с волочник правильно затем да правильно подушечные подушечные реплины так так все замечательно почему выбором стала очистка на первом месте кто мне на это ответит можно даже из эфира спросить кто в комнате зум давайте спросим кто-нибудь скажет в комнате зум для чего нам нужна очистка организма для того чтобы шатохина ирина москва для того чтобы усваивал усваивались препараты которые будут назначаться на уровне на уровне верхних отделов кишечника происходит происходит всасываемость и вот для того чтобы улучшить эту всасываемость препарата вот мы и назначаем очистку очень хорошо правильно и еще кто-нибудь дополнит мне да пожалуйста все проблемы начинаются с желудочно-кишечного тракта почему болят суставы как они взаимосвязаны с нашим желудочно-кишечным трактом потому что в желудочно-кишечный тракт входит печень печень является фильтром правильно грязная печень соответственно не может очищать кровь то есть наша кровь которая снабжает наши суставы грязная ну так скажем да спасибо то есть нужно снять интоксикацию для того чтобы свободно работал желудочно-кишечный тракт убрать интоксикацию конечно даже вирусы бактерии который как влияет комната зума кто ответит в комнате зума ледмитрофан меня было не слышно татьяна фонарина лепецк я громко говорю я для вас говорю кто есть в комнате зума ответит мне для чего нужен баланс гормонального фона когда идет нарушение гормонального баланса гормонального фона почему здесь мы стоим скажите пожалуйста вы попросили чтобы я рассказывала я вчера все это рассказала а теперь мы все должны выяснить почему и как чтобы вы все поняли для чего это вот я теперь с комнатой зум давайте поговорим я громко говорю или как вы или вы меня не слышите никто слышим 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 баланс гормонального фона я могу ответить дело в том что с менопаузы у женщины идет падение экстрогенов и следовательно идут все причины менопаузы климакса а у мужчины наоборот скажите мне пожалуйста эстрогены как влияют на суставы когда меняется гормональный фон меняются все обменные процессы во всем организме в том числе обменные процессы в костной ткани идет разрежение костной ткани поэтому за гормональным фоном нужно обязательно следить спасибо большое спасибо водный режим это понятно да теперь кто мне скажет чем отличается глюкокон наш пивосан от того что есть в аптеке пожалуйста только громко идите сюда громко чтобы нас в зуме видели на камеру давайте говорить глюкокон в нашем глюкоконе содержится глюкозаменный конкретит газировка его гораздо больше и выше чем в аптечном раньше у нас был форте сейчас просто называешь капсул наоборот капсулу то есть которые можно принимать утром и вечером а раньше мы могли принимать только таблетки для чего это сделано для того чтобы глюкокон глюкозаменный конкретит воспринимать нашим организмом более полном объеме и не повреждали не влияли на жкт наш на желудок у кого то есть проблемы с этим в отличие от хорпоина хорпоин обладает антиревматоидным содержит мартини душистую веновский полк который очень хорошо действует на форме системы поэтому в программе о фронте очень хорошо употребляют эти два препарата спасибо большое будем коротко потому что все это было домашнее гранат кто мне расскажет масло гранат масло гранат это сильный ассидант я например знаю что в израиле маслом граната лечат у женщин гинекологию официальная медицина масло граната способна восстанавливать помогать восстанавливать женщине гормональный фон и профилактировать все проблемы гинекологии очень хорошо спасибо большое ну в его к 2 я думаю все знают да ну удерживая танцы направляет его в нужное место в нужное место в нужное место все правильно крем межривел крем межривел крем межривел крем межривел уменьшает болевые ощущения в суставах и если в обогательство на масло межривел то эффект будет гораздо сильнее если мы добавим воспаление успокоит если мы добавим то успокоит боль в суставе хорошо значит мы сюда договорились здесь мы еще добавляем блю релиз да в этот комплект блю релиз 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 есть в программах это уже вы смотрите сами и когда вы будете открывать окно назначения там в этом все есть просто вам что это такое это самое главное когда вы это будете совершать свободно ориентироваться вам будет очень очень легко и главное знать вот о особенность одного продукта вы научитесь видеть это это будет просто очень даже получать репродуктивная система замечательные продукты до фито 40 что будет состав фито 40 что входит состав фито 40 и как вы можете клиенту объяснить почему фито 40 но из-за славу он входит туда фито 40 расскажите пожалуйста фито 40 входит изофлавон сои и еще не омега-3 6 9 кислоты что стабилизирует женский гормональный фон очень хорошо чем же отличается процентном отношении фито 40 изофлавон сои и изофлавон сои который дается у нас в растворе еще раз можно вопрос вопрос еще раз значит изофлавон сои входит в наш напиток изофлавон сои концентрация какая в изофлавоне сои и такая концентрация фито 40 изофлавона изофлавон который в жидком виде рекомендуется женщина после 45 50 лет женщины которые вошли именно паузу это 40 можно назначать за и зависим независимо от возраста не могу сказать честно вот концентрация в изофлавоне сои 70 процентов изофлавона а фито 40 30 процентов вот поэтому спасибо спасибо чтобы вы точно знали это фито 40 поэтому более с изофлавом почему мы до 45 фито 40 потом назначаем уже изофлавон соусе просто сильнее дальше молодость навсегда это масло и натера масло чайного дерева говорили крем тимьян говорили эндокринная система повторяемую да давайте прям по графикам как там щитовидная живица гиполит щитовидная органы размножения вот вам поломочка вы сразу ее запомнили у вас уже прям сразу она вырисовывается и естественно какие продукты регулируют данную систему изофлавон фито 40 мы уже это все разобрали черника то есть это все очень легко только нужно немножечко знаете как-то вдумчиво подойти к этому вопросу не просто вы выучить а просто пойду дальше тоже мы с вами посмотрели вчера и сегодня сегодня конечно я сейчас могу давайте начнем тогда с того что поговорим о том как проводить либо фасы но вчера мы разбирали эти все графики главное понимать надо что зеленая черта это оптимальная энергия что выше орган работает повышенное приближение что ниже это недостаточная энергия график такой это неустойчивая энергия а если мелкие мелкие загубинки и это аллергия это вот вы должны понимать пойдемте дальше это все мы прошли вчера эту презентацию проводить уверенно диагностику правильно оценивать ее назначение проводить с учетом опасности заболевания а самое главное вам нужно должен заполнить и мы сейчас я сонга васильев вчера говорили давайте проговорим быстро по нашим вопросам которые будут у вас на экзамен расскажите какие эфирные масла повышают артериальное давление быстренько розмарин тимьян шалфи и герань 4 масла герань шалфи это нужно знать на еду дальше какие эфирные масла снижают артериальное давление масла тимьян тимьян эмульгатором может быть молоко сахар кефир мед и так далее ванна принимается при температуре какой с сахар кефирными масла 37 градусов не более 37 градусов 5 капельного ну там зависимых 7 до 10 дальше в чем особенности кремов и васан трансдермальные без консервантов содержание качественных эфирных масла высокое содержание кремов качественных эфирных масла консервантом являются называемые эфирные масла очень правильно спасибо какие кремы повышают артериальное давление семья понижают артериальное давление живем 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 что живем живем да 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 дальше как как на влажной поверхности тела все назовите правила употребления там полу как мы делаем как мы делаем во первых надо обязательно данном вопросе когда клиент этого не знает подойти четко к этому вопросу там он сам не нельзя использовать мы используем ваточку обычно делаем ниточку и делаем смесь такую нам нужно сделать для данного процедуры там он всасывает наоборот он не отдает понимаете поэтому здесь четко надо сказать клиенту а то он пойдет там все будет делать и кнопку никакого понятно это очень-очень важно пойдемте дальше чем отличается капсула вивасан от оптических капсул оболочка оболочками растительной основе правильным высокое содержание действующие вещества высокая концентрация спасибо и без побочных давайте для комнаты зум тогда мы скажем расскажите нам пожалуйста чем отличается а все компакт капсулы а ц компакт это 28 27 витаминов и минералов которые матричное нанесение послойное способствует хорошему освоению предыдущего скажите пожалуйста что такое матричные технологии матричная технология позволяет этим 27 витаминов и минералам именно работать энергией и хорошо усваивать эти компоненты послойное нанесение именно все понятно это знаете если нарисовать и представить нашу капсулу они напылены послойно все вещества и микроэлементы витамины которые входят в капсулы напылены послойно причем в каждом слое есть маленькая ячейка и по мере попадания в желудочно-кишечный тракт послойно отслаиваются вот эти вот маленькие-маленькие матричные кусочки в том участке где идет скасывание данного продукта это самое это просто вверх совершенства и поэтому это четко надо представлять вот что такое матричная технология то есть напыление и плюс еще каждое напыление вот в этих вот матрицах и когда мы съедаем капсулу отслаиваются походу именно в том месте где она понятно да пойдемте дальше какие особенности сиропов и васа без консервантов большая биодоступность можно даже грудным детям то есть это вещи очень такие серьезно нужно знать почему потому что черника дается у нас даже для грудничкового возраста артишок даже грудничкового представляете какая из них на данный продукт опять у меня на включение кем-то я уже все свалила проходи а что ты не зовешь ты не ответил у меня вопросы так теперь скажите какие продукты вы рекомендуете в первую очередь для профилактики сердечно-сосудистой системы теперь уже слаймов нет все повторим быстрее быстрее прям быстро генкалин амблиократ амблиократ дальше быстро быстро и громко чтобы все слышали масло лимона масло апельсина крем тимьян крема может если у человека высокое артериальное таяние он вам об этом говорит вы видите на графике можете видеть допустим высокий уровень энергии шеи с чем это связано от этого может быть обязательно связывается когда вы будете смотреть артериальное давление у человека обязательно шеи или позвоночные мы смотрим обязательно это самое главное сначала это будет дополнительное обучение потому что здесь это уже другая тема сейчас ваша задача правильно положить руку правильно дома посмотреть с прибором потому что это нужна практика и допустим когда сделали график посмотрели что бы я назначила сразу же посмотреть по вот этим системам что бы я назначила понятно и вот это нужно делать дальше назовите продукты профилактики опора двигательного аппарата быстренько ну выучили молодцы давайте тогда мы это пропускаем это мы выучили с вами здесь все это вы знаете что такое эфирные масла это душа растения это концентрированная вытяжка из растения полезное преобразованное для речения чем отличаются эфирные масла шпицарины там присутствуют терпены они терапевтические понятно а чем потому что холодные лучше понимаете никаких вот этих обработок нет то есть как вы сказали это душа растения то есть это очень высокие технологии пойдемте дальше назовите все витаминные сиропы ну это очень людский вопрос я думаю вы с ним справитесь давайте а вот теперь вы мне расскажите и комната зум тоже пусть подумает какие продукты вивасан можно какими продуктами вивасан можно улучшить работу глаз черника красная ягода черника красная ягода с лютином хорошо еще гинкалин еще омега еще самый основной такой продукт очень важно для вас а вы потом мне подраз а капсулы каштан запишите пожалуйста себе а потом я в следующий раз вы мне расскажете почему пойдемте дальше как правильно составить программу профилактики хронической усталости для помняты зум как правильно составить программу хронической усталости чтобы мы предложили человеку нужно провести очистку организма и напитать витаминами то есть очистить и дать строительный материал дать энергию правильно ну а если вот человек ну совсем не когда он там чистится будет ему хочется чуть-чуть получить ароматерапия здесь идет ароматерапия правильно использование ароматерапии дальше лимон розмарин очень хорошо поднимает на ноги ладан пропить витамины и иммунфит для иммунитета витамин добавить водоросли водоросли весь день и иммунфит хорошо и ку-10 вот девочки подсказывают еще можно использовать да энергия каждой клеточки коэнзим ку-10 да 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 молодцы вот видите подставим вам экзамен уже здесь дали так пойдемте дальше какие рецепты капли в носок вы знаете давайте все сейчас подумают капли в носок 30 миллилитров базового масла на 10 миллилитров базового масла идет чайное дерево лаванда базилик идет можно можно варить поэтому можно да масло не хочу масло либо это девочки что предлагаете если с геранью это получается она не только для носа можно использовать и хорошо для ушей а вообще вот это классическое это чайное дерево лаванда базилик а 10 миллилитров базового масла идет 2 капли базилика одна капля чайного дерева одна капля шалфея одна капля лаванды если есть проблема с сосудами у человека мы это в процессе общения обнаружили то можно добавить одну капельку мяты а это в зависимости от дозировки в зависимости от возраста обращайте внимание именно на возраст если это ребенок до 6 лет то мяту нельзя туда капать мяту нельзя если это взрослый человек и острый процесс то можно по 2 капли всех этих эфирных масел на 10 миллилитров ребенок по одной спасибо 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 большое так пойдемте дальше какие продукты бибасан используются для профилактики ОРЗ ОРВ для детей и взрослых ацерола старыш спрей маммамия бальзам ацерола спрей маммамия затем бальзам сейчас спрей в нос пришел спрей в нос а допустим витамины какие комплексы ацерола бодрость на весь день иммунфиль красная ягода все в нашем арсенале очень-очень многое можно добавлю лидми трафан конечно конечно значит не только для лечения но и для профилактики всегда подчеркиваю не забывайте про массаж стоп рефлекторные точки о которых мы второй день говорим есть и на стопах массаж стоп с эфирными маслами это уникальная процедура которая работает со всем организмом причем если вы работаете с ребенком то кроме того что ребенок оздоравливается повышается иммунная система укрепляется уровень здоровья повышается еще здесь очень важно что улучшается взаимоотношение мамы и ребенка вот это такая интимная процедура которая позволит даже при таком подростковом возрасте когда начинают всякие проблемы оставаться маме и ребенку друзьями вот это очень важно в зависимости от времени года и от состояния ребенка концентрацию и какие эфирные масла вы будете использовать это тоже важно но такую процедуру надо делать каждый день независимо от того что болеет или не болеет ребенок каждый день в индии говорят нерадивая мама никогда не делает ребенку массаж подумайте какая вы мама спасибо вам большое спасибо большое девочки все записали видите как здорово мы работаем сегодня пойдемте дальше вопрос какие заводы швейцарии производят продукты капсулы таблетки сиропов как мы можем определить не запоминать берем прайс лист берем прайс лист и вот эти вот что у нас написано дайте мне я вам покажу сейчас вот этим я прайс лист пожалуйста комната зум наверное это все знает и посмотрите эфирные масла буква е как да как с е там э это э 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 нет александр аромат где булочка и старый и буква c это посвал посвал смотрите на индексацию пожалуйста посмотрите внимательно буква d доктор дюна и буква о освальд комната зум подскажите пожалуйста что означает букву ц все мы разобрали все буквочки понятно вот эти заботы вы должны знать почему потому что вас а какие завода вы смотрите вот масло производит а вот александр аромат берите вот эту подсказку вы всегда всегда будете как выучили это понятно пойдемте дальше пойдемте дальше назовите органы и системы входящие сердечно-сосудистую систему это мы с вами все разобрали может быть разберем вместе что-то сейчас секундочку Спасибо. Хорошо. Сейчас, Людмила Яковлевна, немножечко отвлечемся. Здравствуйте все. Пусть Людмила Яковлевна отдохнет, а я так вот, знаете, экспромт пробежаться. Вот когда мы встречаемся с людьми новенькими, всегда возникает у людей вопрос, что это, что там есть и нужно ли оно мне. И мы как бы должны на эти вопросы ответить. Вот что такое Вивасам? Есть несколько таких вариантов, можно сказать. Это торговая марка австрийского бизнесмена Томаса Гетфрида. Это можно сказать бренд, да, то есть, ну, проще торговая марка австрийского бизнесмена, под которой продвигается продукция шести швейцарских заводов. В чем ценность и преимущество завода? Это высокие технологии, это высокая биоусвояемость, это натуральная продукция, показана от нуля деткам и до бесконечности. Для чего? Для чего? Это продукция натуральная, она, если мы берем направление оздоровления, она запускает ресурсы нашего организма, ресурсы. То есть, что такое болезнь? Болезнь, это богом данные, так скажем, наши ресурсы, они сбились, почему-то. И сбиваются они по трем основным факторам, три основные факторы. Первое – это психосоматика. Все знают такое выражение, все болезни от нервов. Психосоматика. Как можно привести в гармоничное состояние психосоматика? Когда люди пьют антидепрессанты, это страшно, потому что это временный эффект и постепенно отмирают сосуды головного мозга. И это катастрофа. То есть, этот человек становится не эмоциональный. Он, наверное, знаете, когда в психбольницы ходит человек такой вот. Поэтому привести в гармоничное состояние психосоматику возможно тремя основными способами. Это медитации, это молитвы и терапевтические эфирные масла. То есть, в нашем ритме жизни вот медитации, которые правильно, да, как делать, это часами люди ослабляются на природе где-то, часами медитируют. А то, что мы там медитируют у нас, а там сверили человек где-то, да, или что-то, но это не может отключиться в нашем ритме жизни человек там, да. Поэтому, как бы, медитации, это для людей роскошь, так скажем. Они уезжают куда-то в природу и там медитируют. Молитвы. Молитвы тоже, как мы там на ходу, на бегу там, да, забежал в церковь, помолился некогда. Это тоже, то есть, это надо войти в определенное состояние. Поэтому ритм жизни заставил изобрести или как, или более применение эфирных масел. То есть, они сами работают, эфирные масла, сами. И мы на ходу, на бегу тут помазал, там понюхал, в крем добавил, натер, с собой взял, да. То есть, у нас есть возможность в ритме жизни нашей, в ритме, получить хорошее вот такое состояние бодрости, настроения, гармоничного состояния нашего. Без насилия для организма. И у нас существует, что первое, просто масла. Мы говорим, если нет возможности подобрать правильно, индивидуально, мы можем рекомендовать лаванда, апельсин и розовое дерево. Это три масла, которые вот гармонизируют и приводят в порядок психосоматику. Но есть удивительный, замечательный способ – это ароматест. И ароматест – это фантастика, конечно. Он легкий, его легко, каждый может освоить, может научиться. Для этого нужно иметь набор массы. И когда вы делаете ароматест, а это очень быстро, человек вдыхает, за секунду должен ответить, нравится ему, не нравится, или безразлично масло. И тогда по тем маслам, которые нравятся, составляется смесь, определенная смесь. Это уже отдельная тема. Можно провести, наверное, какое-то обучение такое, или там спонсоры. Но именно ароматест – это, я вам хочу сказать, это самый крутой, вот такой легкий способ, самый крутой легкий способ восстановления психосоматики. Вот вы используете там ванну, делаете с этой смесью, в крем добавляете эфирное масло, через месяц, два, через две недели, по-разному у каждого. Вы совершенно будете другие. То есть, ну, как работает сознание, подсознание, лимбическая система – это целая наука. Поэтому, что я хочу сказать. Первое, что – психосоматика. Освойте легкий способ вот именно ароматеста. Для этого у спонсора можно там попросить, если не все могут купить пузырьки, там, по две капли капнуть, там, да, или остаются у нас. Главное, чтобы запах был, запах был. Это очень самый такой легкий способ. Второе, 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 что – это шлаки. Вот медики многие, ну, по-моему, сейчас уже немножко тенденция изменилась. Ну, как-то было очень, что, да нету шлаков, нету, да, как бы такого, но я доказательно все люблю. Значит, в 1985 году Всемирная организация здравоохранения определила 7 этапов зашлаковки человеческого организма. Ну, и можно войти в интернет и найти это. То есть, первый этап – человек просто устает. Там, спит, в автобусе засыпает уже, там, да, молодежь, посмотришь какие-то. Второй этап, когда там прибавляются желудочно-кишечные проблемы. Третий этап – это апотония кишечника. Четвертый этап – артрозы, артриты. Шестой этап – это инсульт, инфаркт. А седьмой этап, когда каждая клетка зашлаковалась на 98%, наступает злокачественная онкология. Это один из факторов, да, один. Но он является, как бы, весным таким, да, зашлаковкой. Почему у нас в Вивасане программы, мы говорим, вы хотите просто поддержать там, да, вот организм, или вы хотите быть здоровым? Что-то говорит, хочу быть здоровым. Всегда начинайте с очистки, потому что, ну, у всех, даже 14-летние дети, имеют зашлаковку печени от этих Кока-Колы, от, как они, фасфуды эти, да, то есть, поэтому всегда начинайте с очистки. Почему важна очистка Вивасан? Почему важна? Есть такие научные факты тоже. Вот когда человек очищает организм, и разные были методики, как бы и сейчас они есть, там, ну, я не буду, но там травки какие-то, лимон с чем-то, да, смешать. Это очищает человек. Но это тоже научно доказано. Если во время очистки нет запитки, а в организме, например, в этот момент нужен кальций, а его в очищающем этом составе нет, тогда организм берет с воздуха заменитель с тронцией 90. То есть организм не может вот ждать, когда там химические реакции проходят в организме, и он не может сидеть и ждать, когда мы дадим кальций. Если нет кальций, то слизи 137. И вот так можно все в организме, то есть вы понимаете, да, понять, если мы не напитываем организм, то он с воздуха наберет заменитель и идет, и облучение, как бы, да, разные вещества нам ненужные в организме накапливаются. Почему именно очистка виваса? Потому что у нас идет очищающий, да, фактор, и в нем же есть запитка, мгновенная запитка. Высокие технологии, целые лаборатории работают. Мы когда были в Швейцарии, мы это видели, как они там с микроскопом дали, как они нам показывали эти травы, из чего состоит. Одна вяленая, другая подмороженная, потому что не все, как бы, травы отдают свои активные вещества. Трава нужны определенные технологии, понимаете? И когда мы, помните, мы смотрели, я говорю, а что это какая-то она вялая, какая-то, знаете, как вот заморозили, разомозили, она какая-то такая. И лаборант там говорит, вы понимаете, трава, она не отдает свои активные вещества, поэтому мы некоторые травы подмораживаем, другие под давлением, третий. Вот в этом ценность высоких технологий Швейцарии. Я всегда говорю, чем попало, организм здоровый не сделает. То есть мы должны понимать, что для этого нужно. И третий фактор, то есть психосоматика, у нас есть терапевтические эфирные масла. Дальше очищающий фактор – это очистка с запиткой. И третий – это строительный материал для организма. Это то, что нужно нашему. За секунду у нас проходит 17 миллионов химических реакций в организме. И для этого нужно все, чтобы правильно было. Вот для этого нужны матричные технологии, вот где именно Лидия Митрофанова, как сказал, на каждом этапе строится. Да, у нас есть другой фактор. Ну, найдите в интернете, там один доктор, извините, говорит, есть витамины. Витамины для унитаза. Так и называется книга одного доктора. То есть, когда вы пьете, никакой усвояемости нету. И, может быть, кто использовали синтетические витамины, извините, моча, пахнет витаминами. Вот кто много использует, и детки там. То есть это вот именно витамины для унитаза. Вот в этом ценность нашей продукции, нашей очистки, наших результатов. То есть еще раз мы должны понять такую вещь. Организм требует то, что ему нужно, берет то, что ему нужно в организме. Ничего никогда лишнего не будет. Есть у нас дозировки. Есть дозировки. Но сколько у нас было случаев, когда у меня внучка за полдня, какой полдня, часа за три, выпила бутылку черники. То есть она вот походит, походит, маленькая холодильник, как говорит, да, попьете. Я не понимаю, что она бегает на кухню там, да. Потом захожу, смотрю, а у меня там на дне черники. Да, то есть, как бы, но ничего не произошло. Следующий момент, когда у нас был мужчина, когда мы же рассказываем, что лаванда успокаивает, и у каждого в голове успокоение свое. Вот мужчина решил, он решил, что это как корвалол, надо накапать. Он накапал воду, 25 капель лаванди и выпил. Мы, конечно, тогда были в шоке, потому что, представляете, мы еще мало знали продукцию. И вообще, ну что, живой там, не живой. Да ничего, говорит, все нормально. Да, то есть, ну, как бы нормально смотрит футбол, там ничего. Это не надо, это опасно, это, как бы, да, не нужно, потому что расшлаковывается организм. Но таких вот смертельных случаев, чтобы, в основном, у нас не было. А ребенок еще у нас, бальзам 33 травы. Это в Белгороде ребенок там, по-моему, 9 месяцев ей было. То есть, мама мазала, мазала там, да, вот на полочку положила. Ребенок достал. Она говорит, прихожу, она все вырезала. Да, то есть, она всю баночку 33 травы, 9-месячный ребенок, все вырезала. И то же так, что, что произошло? Да ничего, сопли пропали. А так, ничего, вот. Вы понимаете, то есть, что я хочу сказать? Я всегда это сравниваю, вот, ну, если мы ведро клубники съедим, ну, никто не помрет, да, вот от клубники. Ну, да, может, там, как бы, вот. Ну, таких вот смертельных исходов, как бы, но все равно есть хронические проблемы. Есть, как бы, у людей, мы говорим, если здоровый человек, а если есть проблемы, то очень надо осторожно. И всегда надо начинать с дозировок маленьких. Даже артишок, если человек сильно зашлакован, надо с чайной ложки обязательно суть. С чайной ложки. Вот день нормально, нормально. Второй, там, десертный. Третий день уже можно столовую ложку. Входить нужно обязательно. Особенно тем людям, которые никогда не занимались здоровьем. Понимаете, есть категория, которая, вот, ну, и воду пьет, и, да, какие-то, ну, хоть травки там пили или что-то. А есть категория, которая вообще, ну, жили как-то, жили и вдруг захотели стать здоровой. Вот здесь очень надо осторожнее. Поэтому, что хочу сказать, я еще, ну, как бы, дополнить важность, важность. Нам посчастливилось с Натальей Алексеевной участвовать на Международном конгрессе, где были целители, где были люди, биоэнергетики, где академики были, люди, занимающиеся практиками разными, для того, чтобы были здоровы. Вот, да, то есть разные. Есть там листеральные какие-то массажи, есть, ну, там вообще было с 22 стран были люди, именно вот специалисты в этой области. Так вот, наш биопульсар просто, там, знаете, вот диффузор, биопульсар, эфирные масла. Ну, это было просто, не отходили от нас академик там ОВСИ, он в Ганноверской академии состоит, да, он там вообще, мы измеряли, мы исследовали, исследовали после, до того эфирные масла там, да, ой, вернее, неправильно, измерение сделали, голова болит у человека, она красная там, все. Давайте намажем эфирными маслами, и вот через минут 20 опять измеряем. То есть целое выступление было ароматерапевтом, у меня просто в Киеве доктор занимается, наш Вивасановый, и у нее целое выступление было посвящено этой теме, да, именно воздействия эфирных масел, исследования до того аура, после того. Понимаете, то есть это, ну, какое-то сильно большое такое исследование. Так вот, я хочу сказать, и в Харькове сейчас там есть целители, люди, которые это больше понимают, они там тоже столько много наработок, столько много результатов именно врачей, которые ищут пути к здоровью. И вы знаете, что у нас в Харькове есть онкогинеколог, да, она ведет лекции. Прокопюк Александра Викторовна, это онкогинеколог, молодая мама, у нее врач, бабушка врач, ну, мама там какой-то биохимик. Почему она разбирается именно в процессах, в процессах, вот в организме, да, то есть не просто назначить, она еще там может какие-то нюансы более глубокие, потому что, ну, индивидуально разбирает человека. Вот, у самой были большие проблемы. У ребенка были, хотели инвалидность там ставить по психосоматике, она просто сбилась с ног. Понимаете, сейчас вот это замечательный ребенок, а так, представляете, инвалидность хотели. И благодаря нашим эфирным маслам просто вот выправилось все. Вот, понимаете, вот смыслы. Я для чего это говорю? Первое, значимость. Вот есть этапы какие-то в жизни, да, были, там, развитие. Есть развитие экономики, есть развитие по здоровью у нас. Так вот, по здоровью наступил тот момент, когда сейчас ищут, ищут именно комплексный подход к здоровью. Ну, хорошие специалисты. Медицину никто не отменит, она будет все равно, потому что люди доводят себя до состояния, да, вот, когда болезни. И все равно придется спасать, поэтому она будет, в другом немножко раку все равно будет. Ну, основное у нас все равно будет переход на натуропатию, на пропаганду здоровья. Но кто будет пропагандировать, да, вот, кто? Я всегда говорю, если не мы. Если мы знаем, если мы можем рассказать. Мы живем в одном аквариуме, да, в одном. Чем больше будет здоровых людей, тем нам будет всем лучше. Поэтому это не прихоть, да, вот, это Вивасан, да. Почему Вивасан иногда задают вопрос, ну, почему вот есть? Да, есть, есть некоторые продукты в фермах, есть хорошие. Но системы, которая бы запустила наши ресурсы, нету ни у кого. И поэтому Мартина Грубер, она нам предложила свое детище, потому что это правильный подход к здоровью. Понимаете? То есть она настроена на этого, на здоровье. И это ее детище. Поэтому она нам и предложила, потому что есть психосоматика, есть очистка организма с запиткой. И есть именно напитывание полезными веществами. Ну, и еще, если есть время, еще что хочу сказать. Со здоровьем, вот кто захочет со здоровьем, будет здоровым. В любом случае, вы посмотрите на наших, да, у нас есть 85 лет, 80 лет. Это активные, это красивые, извините, не гундящие, не лежащие. Знаете, оптимистичные вот женщины. Ну, я не знаю, хочется так же. Для нас это пример большой. Да, во всем мире такие люди. Мы тянемся за этим. И здоровье, оно будет. Что ты не подъехала сюда, то у меня нога болит. Обязательно нужно идти по системе. Я всегда это сравниваю. Понимаете, есть инструкция. Вот есть инструкция на телефон. И там написано, нажал эту кнопочку, эту, эту, вот эту. И только тогда заработает телефон. Если мы одну кнопочку нажмем, он не пойдет дальше. В Вивасане точно такая же ситуация. Если мы будем использовать все рекомендации, то у нас в организме запустятся ресурсы. Хотите вы того или не хотите. Понимаете? Но идти надо правильно, по инструкции. И до того времени, пока вы не станете здоровым. Потому что в любом случае деньги будут тратиться или к врачам, в клинике ходить, ходить, ходить на лекарства. Или для себя, вот именно для здоровья. Про здоровье понятно. Ну и второй момент. Это про наше благополучие. Вот в экономике тоже определенные проходят этапы. Вы понимаете, когда-то были там заводы, фабрики. Потом это что-то развалилось. Потом стали ездить в Турцию. Потом стали павильоны, киоски делать. Дальше появились гипермаркеты. То есть идет экономическое развитие определенных уровней. И сейчас пришел этап прямых продаж. Прямых продаж. То есть люди начинают понимать уже. Даже не то, что многие уже понимают. Это единицы не понимают только. А что ж не продаете вы в аптеке? А почему вы не продаете в магазине? Вот если в магазине продавалось, то есть люди до конца еще не понимают, что когда идет от производителя и до магазина, кормятся директора, дворники, гуглтера, продавцы. Их всех надо накормить и дать зарплату. И цена, я высчитывала, на некоторый продукт доходит до двух с половиной тысяч процентов. От производителя и до покупателя. Две с половиной тысячи процентов. Я могу просто привести пример, что на машину какой-то пластмассовый, какой-то такой, не знаю, штучка такая изогненная. Это штамповка. Вот она стоила у производителя себестоимость 3 рубля. Когда продавал завод, он продавал по 7 рублей. В магазине этот продукт стоил 138 рублей. Ну, как бы деньги небольшие, да? Вот посчитайте, 138 и 7 рублей. Какая это? Сколько это процентов на цене? Я что-то считала, там около двух тысяч. Понимаете? Поэтому метод прямых продаж – это сейчас очень хороший бизнес. Бизнес. И Вивасан – это международный бизнес. Это интересные люди, это развитие, это незакиснимые, да? То есть мы будем все время развиваться, потому что у нас то про масла идут обучение, то идет про биопульсар, как интересно все познавать. Поэтому я вам хочу сказать, здоровье будет 100%. Давайте еще себе устраивать благополучие, чтобы мы могли, ну, в определенном возрасте, ну, там, в 90, например, лет, ну, может, в 100, путешествовать, и деньги у нас приходили, приходили, а мы только успевали их тратить. Но для этого надо сейчас поработать. Не тратить, а вкладывать в свое удовольствие вкладывать в себя. Да. Спасибо большое. Сейчас, наверное, отъявляем перерыв до 14.30. А сейчас? До 14. До 14.10. Ну, 14.10. 14.10. А у нас, Василина, подогоняй, это скольки мы? До 4 или до 5? У Василина стоит 17 часов. Я не знаю. Нам еще надо это решать. Все. Перерыв. Спасибо.